Здравствуйте, меня зовут Наталья, я сотрудница образовательной программы здорового питания ВИК. В этом видео вы узнаете важность железа для здоровья, продукты, богатые железом и продукты, содержащие витамин С, привычки, которые могут повлиять на уровень железа. Итак, приступим. Что представляет собой железо? Железо – это минерал, необходимый организму для роста и развития. Ваш организм использует железо для выработки гемоглобина – белка в красных кровяных тельцах, которые переносят кислород из легких во все части организма, а также миоглобин – белок, который обеспечивает кислородом мышцы. Ваш организм также нуждается в железе для выработки некоторых гормонов. Получаете ли вы железо в достаточном количестве? Большинство жителей Соединенных Штатов получают железо в достаточном количестве. Однако некоторые группы людей чаще, чем другие, испытывают проблемы с получением достаточного количества железа. Девочки-подростки и женщины с обильным менструальным циклом, беременные женщины, младенцы, особенно если они недоношены, либо родились с маленьким весом, доноры, которые часто сдают кровь, лица с онкологическим заболеванием, желудочно-кишечными заболеваниями, либо сердечной недостаточностью. Каково влияние железа на здоровье организма? Железодефицитная анемия вызвана низким уровнем железа и может иметь большое влияние на ваше здоровье. Симптомы железодефицитной анемии включают в себя желудочно-кишечные расстройства, слабость, утомляемость, нехватку энергии, проблемы с концентрацией внимания и памятью. Анемия также может снижать вашу работоспособность и способность выполнять физические нагрузки, а также контролировать терморегуляцию организма. У младенцев и детей из железодефицитной анемии могут развиться трудности в обучении. Дефицит железа не редкость в Соединенных Штатах, особенно среди детей младшего возраста, женщин моложе 50 лет и беременных женщин. Теперь, когда вы узнали, что такое железо и как оно влияет на ваше здоровье, давайте определим продукты, богатые железом, и роль витамина С. Вот некоторые распространенные продукты, богатые железом. Мясо, яйца, курица, орехи, рыба, бобовые, например, фасоль, чечевица, горох, нут и арахисовое масло. Продукты с высоким содержанием витамина С помогают организму усваивать железо. Цитрусовые, например, апельсин, лайм, лимон и грейпфрут, ананас, манго, папайя, болгарский перец, клубника, киви, листовая капуста, а также брокколи и помидоры. Вот некоторые продукты, снижающие усвоение железа. Чай с кофеином, кофе и газированные напитки с кофеином, а также высокое потребление продуктов, богатых кальцием, например, йогурт, молоко и сыр. А сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Куда поместить этот продукт», чтобы показать вам, к какой категории относятся некоторые продукты, с которыми вы, возможно, знакомы. Когда каждый продукт будет указан, скажите, к какой категории, по вашему мнению, он должен относиться, и тогда вы увидите ответ. Горох нут. Железо. Ананас. Витамин С. Брюссельская капуста. Витамин С. Арахисовое масло. Железо. Помидоры. Витамин С. Мясо. Железо. Гибискус. Витамин С. Овес. Железо. Медовая дыня. Железо. Курица. Железо. Клубника. Витамин С. Гуава. Витамин С. Листовая капуста. Железо. Чечевица. Железо. Яйца. Железо. Папайя. Витамин С. Рыба. Железо. Острый перец халапеньо. Витамин С. Хлеб из обогащенной муки. Железо. Отлично справились! Это упражнение напомнит вам, как определить продукты, богатые железом, и важность их употребления вместе с продуктами, содержащими витамин С для лучшего усвоения. И не забывайте избегать продуктов, которые снижают усвоение железа. Давайте выполним следующее задание. Мы определим, в каких продуктах, входящих в программу ВИК, содержится железо. Продукты, богатые железом. Бобовые. Фасоль, корох и чечевица. Арахисовое масло. Тофу. Обогащенные хлопья, в том числе каши для малышей. Яйца. Цельнозерновой хлеб. Макароны. Рис. Овес. И темно-зеленые листовые овощи. Разве не удивительно, сколько продуктов, богатых железом, вы можете приобрести на программе ВИК? Надеемся, что вы рассмотрите возможность включения в свой ежедневный рацион продуктов, богатых железом, вместе с продуктами, содержащими витамин С. В этом видео вы узнали, что представляет собой железо, его функция в организме, в каких продуктах содержится много железа и как повысить содержание железа в организме. Я надеюсь, в этом видео вы познакомились с новыми идеями и возможностями включать в рацион питания вашей семьи продукты, богатые железом. Пожалуйста, ответьте на вопросы программы ВИК, полученные вами по текстовому сообщению, и ваши продукты будут начислены на вашу карту. Благодарим за внимание.